Виксельберг будет строить пассажирский терминал в Емельяново. Это аэропортовый магнат заявил лично на 11-м экономическом форуме, который стартовал сегодня в выставочном центре Сибири. 11-й Красноярский экономический форум начался с церемонии гашения конвертов. Когда-то это была традиция для особо торжественных случаев. И вот сегодня губернатор Крайлев Кузнецов и министр связи Николай Никифоров поставили оттиски специальными штемпелями на конвертах, специально выпущенных к форуму. Мы сейчас поставили памятный знак Красноярского экономического форума 11-го, который попадет в всемирный почтовый каталог. Традиционно первый день форума отдан на откуп молодежи. И вот самое интересное событие это стартап-тур. Он проходит с 20 января по 24 апреля в 27 городах России. Молодые ученые и авторы инновационных проектов презентуют свои идеи ведущим российским бизнесменам. И если тем нравится проект, они его продвигают и даже дают деньги. Мы искренне надеемся, что те 20 проектов, которые будут здесь пристально рассматриваться, сумели доказать свою состоятельность и получили путевку в жизнь. Будем активно этому содействовать. Между тем и президент фонда Сколково и советник считают, проектов в России мало. This is a great. Это отличная площадка для начала, но этого явно недостаточно. России в ближайшие годы понадобятся десятки тысяч стартапов, новых компаний, чтобы компенсировать спа-цен на газ и нефть. В первый день форума были подписаны несколько соглашений, например, о кредите на строительство второй очереди онкоцентра. Деньги строителям выдает Сбербанк. Ну и главное, чем отметился первый день форума, заявлением Виктора Виксельберга. Он не только президент Сколково, но и владелец холдинга аэропорта регионов. Так вот, Виксельберг подтвердил, планы его компании на Красноярске и Емельяново серьезные. Группа максимально заинтересована принять участие в развитии аэропортового комплекса и взять на себя полностью все финансовые обязательства по отношению к реализации этого проекта. Добавлю, что перед подходом к прессе у Виксельберга состоялась незапланированная встреча с губернатором края. Завтра второй, более важный день форума и, возможно, тема аэропорта еще всплывет.